25 мая стояло заседание ученого совета КФУ под председательством ректора Казанского университета, но повестки оказались темы, требующие широкого обсуждения голосования. Для начала работы состоялась церемония награждения знаками отличия к почетным званиям, которые их обладателям торжественно вручил ректор. В блоке «Разная» совет в первую очередь рассмотрел вопросы, связанные со структурным преобразованием в институтах КФУ. Так нашли поддержку инициативы ученого совета Института фундаментальной медицины и биологии КФУ об открытии новой кафедры. Во время обсуждения ректор напомнил, что после реорганизации необходимо будет решить, кто возглавит новые структуры. У меня есть предложение, чтобы мы на ученый совет, особенно при рассмотрении вопросов объединения различного уровня структур, работающих сегодня в нашем университете, либо при ликвидации этих структур, приглашать тех людей, которые голосовали против в институтах на заседание ученого совета. Может быть, они здесь не тоже выступили при необходимости и обосновали до своей точки зрения. Структурные изменения коснулись Института международных отношений и истории востоковеденников КФУ. Директор и коллектив Института выступил с предложением изменить название Института на Институт международных отношений. Такая дискуссия была еще на первоначальном этапе слияния подразделений факультетов истории и востоковедения. На первом этапе все именования направления подготовки были внесены в название Института. Институт наш международный, который сейчас будет называться таким образом, если мы его поддержим, он достаточно хорошо, очень динамично стал занимать, ну, скажем, стал получать как таковой Институт международных отношений, позиции нашей страны. Первый период нас вообще не видели, не слышали. Дальше мы начали продвигаться вот в области востоковедения. Сегодня мы, на самом деле, становимся таким полноценным Институтом международных отношений. На повестке дня рассмотрели вопросы переименования отдельных аудиторий и актовых залов в разных корпусах КФУ в честь выдающихся ученых, общественных и политических деятелей. Это должно быть рабочее помещение для проведения занятий, но все стены и аудитория должна нести информацию. У меня просьба 1 сентября, чтобы студенты пришли и День знаний начали со знакомства не только с Институтом, но и с именами этих людей, которые оставили достаточно ощутимый след. Ректор подчеркнул, что университету важно не только сохранять, но и формировать наследие, закрепляя свои связи с выдающимися деятелями сегодняшнего дня. Ученому совета было предложено представить действующему главу попечительского совета КФУ президента Республики Татарстан Рустам Мениханова к званию почетного доктора Казанского университета. Инициатива получила единогласную поддержку. В КФУ же задается система собственных диссертационных советов, а также будет сформирована и аттестационная комиссия. В списке пока содержат 21 кандидатуру и могут дополняться до 24. Формирование комиссии должно завершиться к 1 сентября. Диана Шилов, Вальнар Лавлесьяров, Универ Ньюс.